Продолжим. Мы остановились на плохо читаемой надписи Масленникова на его рисунке в уголовном деле. Я предположил, что первое слово «изба», а второе начинается «наэско», «скала». И стоп, машина. Но наш коллективный разум не спит. И вот, что было далее. Одна зрительница, Наталья, заметила, что ей видится в первом слове не «зба», а здесь. Я мысленно согласился с ней, что буква «з» скорее заглавная, а вторая не то «б», не то «д», не то «а». Непонятно. Тогда Татьяна «д» дополнила. Во втором слове ей видится там «эско» с точкой и далее «зба». Вот эта маленькая точка продвинула меня дальше. Она дает полную уверенность, что это топографическое обозначение слова «скала». На топокартах «скала» обозначается сокращением «эско» или «эско» с точкой. Автоматически следует вопрос, что мог Масленников, как турист, после топографического сокращения «эско» с точкой написать рядом. Конечно, он должен указать, где эта скала находится. То есть координаты, где ее искать. Координаты — это цифры, и когда мозг переключился на распознавание цифр, я сразу их увидел. Вот они. Вверху подсвеченное исходное изображение, внизу моя прорисовка, что получилось после совместных усилий с вами. Некое слово, начинающееся на «з» и далее «скала» и ее координаты 28а. Что же это за лаконичные координаты такие? Обозначение квадрата на карте? И тут я вспомнил, где так обозначают квадраты на лесоустроительной карте. Где же нам раздобыть эту карту? Далеко ходить не нужно, она находится в уголовном деле. В деле лесоустроительная карта находится сразу после протокола допроса Масленникова и перед его рисунками. Очевидно, все картографическое творчество Масленникова прокурор Иванов рассматривал как приложение к его протоколу допроса, поэтому подшил это все вместе, как только Масленников закончил рисовать свои панорамы. Укрупним карту у перевала. Здесь находим рисунок лощины, основные высоты. Рисунок не в масштабе, потому что карта мелкая, а нужно было поместить многое. Поэтому высота 880 уползла далеко на восток. Рисовал Масленников, цифры высот из слова «кедр» выдают его руку. Крестиками отмечены положения тел Зины и Дятлова. Большим крестом – перевал. Отмечен также Лабас, а вот Рустема еще нет на карте. Значит, карту остановили рисовать между 2 и 5 марта. Похоже, ее просто забрали у Масленникова в этом интервале. Кто? Известно, что прокурор Иванов был на перевале 3 дня с 1 по 3 марта. Очевидно, он выпросил эту карту у Масленникова, чтобы вывделя по ней вести допросы. Треугольниками Масленников отметил предполагаемые места стоянок Дятловцев, рядом стоит дата ночевки. А вот и лесоучасток 28А. Он непосредственно примыкает к Лозьве у подножья Пумсальнеля, начинаясь за шестым притоком и тянется до поворота Лозьвы на север. И что из этого, где искать избу? Если присмотреться, то прямо над обозначением 28А имеется потертость, даже карандашное устье четвертого притока пропало. Кто-то явно тер ластиком это место. Сначала уберем цвет. Действительно, там что-то написано. Нужно подсветить нашим инфракрасным. В таком свете проступает рельеф от нажима карандашом. И мы видим четкий треугольник, так, как Масленников обозначал стоянки. Рядом заметна прорисовка слова. Чтобы его прочесть, воспользуемся ультрафиолетом. Что же мы видим? Над треугольником знак вопроса, а рядом слово с такой же заглавной «З». Слово «заимка». Не изба, избушка, как у Ярового в книге, а заимка, точь-в-точь, как называл ее я. Часто охотничью избу синонимично называют «заимкой», хотя отличие от одинокой избы есть. Раньше под «заимкой» подразумевалось подворье с избой и хозяйственными постройками на свободной земле, на выселках. Увидев следы хоздеятельности на том острове Полозьве, я и приписал старообрядцам первичное занятие земли и сооружения построек. Теперь становится понятным первое слово на цветном рисунке Масленникова. «Заимка». Скала в квадрате 28А. Получается, Масленников ссылался на свой же рисунок, только на лесоустроительной карте. Но видел ли он в кабинете Иванова, что его треугольник на лесоустроительной карте стерт? Ответ дадим позже. Если мы наложим рисунок Масленникова на топографическую карту, то его треугольник ложится восточнее от точки Ярового, тоже Полозьве, но у седьмого притока. Но это проблема искажения масштаба рисунков. Истина где-то посередине, но ближе к Яровому. Заметьте, на топокарте тоже есть обозначение лесных участков. И треугольник лег аккурат у обозначения 28А. Я специально посмотрел, нет ли какой-нибудь скалы в промежутке между треугольниками. Есть, и она недалеко от треугольника Ярового и в километре от шестого притока, который находится в квадрате 28А. Хотя в своей поцензурной книге Яровой и скалу мог обозвать валуном, а заимку избушкой. После этой находки у нас остаются как минимум три вопроса. Кто стер метку Масленникова? Что означает знак вопроса возле треугольника? Наконец, что такого обнаружил Яровой на заимке, что Масленников поставил возле нее знак вопроса? Что он вообще мог обнаружить, если там работала милиция и Каратаев и должны были зачистить заимку от всех вещдоков? За ответом пойдем в книгу Ярового высшей категории трудности. Но что там искать? Я поступил просто. В строке поиска я ввел треугольник. И получил три ответа. Во-первых, Глеб, читай Дятлов, нарисовал треугольник на своей карте и рядом обозначил продукты, так как хозяин избушки сказал, что там имеется запас продуктов. Во-вторых, Сашу Южина, Юру Юдина. Летчики просят нарисовать на карте, где Глеб нанес треугольник, и Южин, забыв где, наносит его наугад. Вот так Яровой передает характер Южина. В указанном Сашей месте летчики ничего не нашли, поэтому еще раз дают карту Южину. Он видит, что его треугольник был стерт. И это подсказка нам, что есть карта, где местоположение избы заимки затерто. И вот полковник обращается не то к Южину, не то к нам, говорит, а вы попытайтесь найти это место на карте. Спасибо, Юрий Владимирович, мы попытались. Как только Саша Южин вспомнил о продуктах, он нашел нужную точку. Смотрите, как полковник подает координаты. Квадрат Д5, читай 28, А, километр от притока. А далее вы знаете, скала Валун, ель без верхушки. Но что же значит такой акцент на слово «продукты» у Ярового? По моему предположению, он нашел там все недостающие продукты дятловцев, килограммов на 60. И если Масленников 1 марта, после возвращения Ярового с разведки, еще размышлял, как оставив продукты на заимке, дятловцы оказались на перевале без запаса еды на 8-10 дней. То 2 марта, когда нашли лабаз с продуктами на Ауспе, он пришел в полное замешательство. Двойной набор продуктов противоречил друг другу. Но почему они сохранились на заимке, почему их не конфисковал Каратаев и милиция во время первичного дела? Ответ простой. На заимку наведались Манси, они ничего не трогали, трупы обошли, а вот продукты, которые остались в избе в хозяйстве, пригодятся. Здесь и спички хорошие, на ветру не тухнут. Но взять их себе сейчас, себя подставить. Поэтому и забросили они продукты на чердак, вдруг не заметят, а через время заберем. Каратаев не заметил. Лабаз на Ауспе, всем лабазам лабаз. Мало того, что зарыт в снегу, так в нем нашли еще и одиннадцатую пару лыж, и десятую пару ботинок. Там на заимке еда, и тут еда, сахар и соль. Ах, да, еще лапша. Возле лапши Масленников поставил птичку. А возле своего треугольника знак вопроса. Посмотрите, как его сомнения отражаются в радиограмме. Находит лабаз, все ликуют, а Масленников рапортует о нем не как в передовице правды, а так. Заготовили дров, укрепили лагерь, подготовили его к приезду пополнения. И да, тут еще лабаз какой-то нашли, список продуктов у прокурора возьмете. Но к кому обратиться за разъяснениями, кому рассказать о своих подозрениях. Аказия, на горе как раз присутствует такой человек. Раб закона, прокурор Иванов. К нему и обратился Масленников. Скорее всего, утром 3 марта, когда все ушли на работу, Масленников достает карту и делится своими сомнениями с Ивановым. Иванов активно участвует в обсуждении, это видно по следам его чернильной ручки. Он успокаивает Масленникова. Евгений Поликарпович, я, конечно, доложу о ваших сомнениях, но напомню, вас послали сюда искать ребят. Это ваша задача, и от нее зависит ваше будущее. Поэтому спокойно работайте, ищите, и тогда все будет хорошо. И ребят найдем, и дело закроем по сути. Точнее, по сути закроем дело. Вы, я вижу, тут, возле треугольника вопросик поставили. Иванов ткнул ручкой в карту и навеки оставил метку своего разговора с Масленниковым о заимке. Поверьте, Евгений Поликарпович, у партии на него ответы имеются. Поэтому давайте-ка с карты эти вопросы пока снимем. Карту, с вашего позволения, я заберу, а вам, по возвращению с горы, все объяснят. Об избе пока никому ни слова, и сотоварищу вашему это передайте. Паника и замешательство среди студентов нам не нужны. Наконец, последний вопрос. Как Масленников и Яровой нашли эту избу? Без точных наводок это сделать непросто, следы запорошило. Конечно, подсказал им Степан Куриков, манси-депутат, кристальной души человек, который в составе группы из четырех манси участвовал в поиске дятловцев. Начальник, тут одна избушка есть поблизости. Там следы их видели. Что же поставим еще одну избу в ряд наших доказательств? Много усилий потратили Масленников и Яровой, чтобы она не исчезла с карт и памяти. Да, они не знали всей подноготной этого запутанного дела, но догадывались, что изба играет важную роль в понимании истины. Спасибо, что смотрели. С вами был Михаил Бутов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok